Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. Сегодня мы поговорим об альгинатных масках, которые можно делать дома. Первые несколько раз мне делала эти маски моя косметолог, которая делала мне массаж лица, пока я не купила один интересный массажер, о котором рассказывала вам в своем видео. Вот здесь оставлю вам ссылочку. Теперь я делаю массаж лица самостоятельно, а также сама делаю альгинатные маски. Я просто посмотрела, как делает это косметолог. И поняла, что это совершенно несложно. Вы тоже можете это повторить. Альгинатная маска – это пластифицирующая маска. Представляет она собой специальный порошок, альгинат, из которого готовится действующий состав. В основе альгинатных масок – морские водоросли. Также туда добавляются активные вещества, такие как, например, экстракты растений, масла, витамины, гиалуроновая кислота и другие. Альгинат – это соли альгитовых кислот бурых водорослей. При добавлении воды гранулы набухают, и масса становится желеобразной. Для того, чтобы в желеобразном состоянии маски хватило на все лицо, а также шею, хватит двух столовых ложек с горкой порошка. Порошок смешивается с теплой питьевой водой и доводится до консистенции густой сметаны. Сам альгинат в смешении с водой – это набухшие гранулы, которые покрыты большим количеством микропор. Они поглощают излишки жира и шлаков. Это обеспечивает отличные очищающие свойства альгинатных масок. Большое количество морских элементов, такие как йод, бром и другие, оказывают регенерирующее и омолаживающее питательное действие на кожный покров. Концентрация солей повышает отток жидкости от дерма к веществу маски. Получается как бы лимфодренажный массаж. И в процессе пластификации вы начинаете ощущать, что кожа под маской становится влажной. Приобрести альгинатные маски можно как в обычных магазинах, так же и в интернет-магазинах. А теперь я больше не смогу говорить только глазами. Примерно через 10-15 минут эта маска полностью застывает и снимается вот такими пластами. Там, где маска легла более тонким слоем, она сильнее засохла. Она легко снимается влажным полотенцем. Как видите, эти маски отбеливают лицо. По крайней мере, у меня такие ощущения. Кожа становится как после хорошей очистки лица. Она матовая. Я думаю, вы сейчас не заметите мои поры, потому что они совсем сужены после этой маски. Теперь я могу наносить свой основной уход. Свои альгинатные маски я пересыпаю вот в такую баночку и храню ее в холодильнике. Спасибо большое, что вы были со мной. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Если да, жмите, пожалуйста, пальчик вверх. Поддержите меня этим. И до встречи в новых роликах. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!